Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Eton TV. Меня зовут Александр Вальдман. И сегодня вместе со мной в студии журналист Макс Лурье и публицист Давид Шехтер. Друзья, я предлагаю вам сегодня в рамках программы «Разбор полетов» разобрать полет нашего премьер-министра в Соединенные Штаты. Встречу его с президентом Бараком Обамой, встречу его речи в Айпах и прочее. Там есть о чем поговорить, но обычно, ведь мы знаем с вами, такого рода встречи заканчиваются ничем в последнее время. Они улыбаются, клянутся другу верности, любви и прочее, но они проблемам палестинской автономии не решают, урегулирования мирного не решают. С Ираном все заканчивается на уровне пустых разговоров. Так скажите, с какой целью летает туда наш премьер-министр достаточно регулярно? Это что ли уже традиция или ритуал такой, Давид? Ну, во-первых, в этот раз было нечто очень интересное, из-за этого он выходящее. Потому что когда самолет Натанягу был в воздухе, за несколько часов до приземления, вдруг появилось в американском одном издании, очень престижном, обширное интервью с Обамой, которое он дал еврейскому журналисту, где был очень такой беспрецедентная критика Натанягу. Причем даже вот такой чуть ли не с личной ненавистью, ну, неприязнь, скажем так, не ненавистью, а неприязнью. Причем настолько это было резко, что, насколько мне известно, это вызвало даже некий конфликт между Госдепом и Белым Золом. Совершенно верно. Что представители Госдепа обвинили, ну, не в полный голос, но дали слив. В кулуарах они так говорили. И думал, что они обвиняют Обама в том, что он подорвал возможность достижения какого-то соглашения. И поэтому, как бы, совершенно непонятно было, зачем Обама сделать такой шаг. Ну, Обама не самый, скажем так, удачный президент Соединенных Штатов, но он не идиот. Это понятно. И этот шаг был... Я промолчу. Да. Этот шаг был очень продуман, и я попытаюсь объяснить, что за ним стоит. Дело в том, что, на мой взгляд, не только на мой взгляд, вся внешняя политика Обамы, она в последнее время провальная. Он не может решить ни одного конфликта. В силе его обвели просто в игру пальца, как маленького ребенка с этим химическим оружием, который будто бы Ассер взялся в уничтожение, ничего там не произошло. В Иране там все к тому тоже идет. В Украине Путин пошла на него, ну, даже не считает его, даже не видит его в упор. Делает все, что он хочет, все эти его американские предупреждения он будто бы не слышит. Допустить провала переговоров, самых важных, которые ведут американская администрация нынче уже много лет, куда Обама лично как бы монетину вложил, он не может. Потому что у него скоро очередные промежуточные выборы, рейтинг Обамы низок как никогда, он должен что-то сделать или хотя бы не допустить дальнейшего его падения. Поэтому он должен любой ценой не остановить взрыв переговоров между нами и прессийской автономии. А там этот взрыв назревает, потому что понятно, что до конца апреля не будет никакого соглашения. Поэтому сейчас есть план у Обамы продлить переговоры еще до конца года или еще на год. С тем, чтобы все это отодвинули хотя бы на после выборов Америки. Израильтяне как бы не против, а полистинцы нет. Полистинцы как всегда требуют заплатить им цену. Какая цена? Несколько десятков бандитов-убийц, которых новых отпустят из израильских тюрем, замораживание строительства на предстояниях. И поэтому цель Обамы была надавить на Израиль. Надавить на Израиль, заставить Израиль заплатить эту цену, чтобы переговоры продлились еще на год. И этим, на мой взгляд, объясняется резкая позиция Обамы. Почему он так резко поехал на Биби? Надо сказать, что Биби не ожидал этого. По той реакции, которую было... Ожидал интервью. Да, он не ожидал этого интервью. Поскольку потом, как бы, потом переговоры сами по себе были вроде бы в ином томе. Но вот этого... Три часа поговорили. Он не ожидал, да, не ожидал. И что к чему все это ведет, я не знаю. Скорее всего, что опять же Биби заплатит эту цену, и опять будут переговоры продолжены, потому что это все еще-таки лучше, чем их взрыв. Интересный прогноз относительно оплаты нашим премьер-министрам. Макс, ваше мнение? Ну, начнем с того, что каждый новый президент Соединенных Штатов Америки перед тем, как он вступает на свой пост, дает два клятвенных обещания. Первое, это перенести столицу США из Тель-Авива в Иерусалим. Посольство. Посольство, то есть... Виноват посольства. Оговорка по Фрейду. Да, дай бог. И второе, решить израильско-палестинский конфликт. Первое обязательство исчезает в тот же момент, как он только в первый же день... Заканчиваются выборы. Да, как заканчиваются выборы, об этом все забывают, хотя есть решения соответствующие Конгресса по этому поводу, но срочки начинаются. А второе обязательство, оно, так сказать, истегает с первой или со второй каденции, кому как повезет. И сколько уже было там попыток решения этого конфликта у американцев, сколько программ, дорожная карта, встречный ветер, черт знает какие красивые названия, но все они, чем они заканчивались, мы знаем. Внутри вот этих телодвижений по решению израильско-палестинского конфликта существует некий ритуал вызова израильского премьера, скажем, на отчет, на клизму, можно сказать... На ковер. На ковер, я не знаю, там, как, да. На ковер в ЦК Компартии Вашингтона, да. Такое ощущение, что... Вашингтонский обком. Наш председатель райкома или секретарь райкома ездит туда с отчетом. И очень важно всегда, все смотрят, кого первого прибыль. Либо палестинского премьера. Лидера. 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 Либо премьер-министра Израиля. Вот на этот раз Биби опередил обумазанное на две недели. А вот хорошо ли? С точки зрения у нас, то, что я вижу, как комментируют, это хорошо, потому что это больше, как бы считают, что больше уважения. С другой стороны, мы не знаем, что там говорили за закрытыми дверьми Нитониагу и Обама, какие обязательства, как Давид говорил, Биби принял на себя. Потому что явно от обумазана никаких обязательств добиться не удастся. Они уже заявили, обумазан уже заявил после речи, Биби правда, в Байпаке, что он разрушил окончательный мирный процесс. Но вот это вот такая вот велотекущая игра и будет происходить. На мой взгляд, был некий такой вот символичный момент во всех вот этих заявлениях, которые делали, Обама сказал, что в этот раз он попытается надавить на палестинцев. Никогда прежде я от него, честно говоря, такой фразы не видел, потому что обычно были заявления такие, что мы потребуем и от Израиля, и от палестинцев, мы там предложим Израилю и палестинцев, а тут прозвучала вот эта вот фраза. И еще один момент, может быть, все эти декларации, все эти любезности, которыми обменялись Биби и Обама вот перед началом встречи. И после тоже. И после тоже. Правда, сквозь зубы. Это, конечно же, выглядело неумелой попыткой зарезать вот те раны, которые еще более были видны на фоне того, что Буги сказал о Керри. Совершенно верно. Давид, я хочу вот оттолкнуться от слов Макса, которые он сказал, что, дескать, мы там не были, мы там не знаем, о чем конкретно шла речь. А вот Равив Друкер, обозреватель 10-го телеканала, комментируя то, что происходило в Вашингтоне, сделал следующие выводы. Я напомню, с вашего позволения, премьер-министру нашему, разумеется, удалось добиться того, что документ Керри практически полностью отвечает требованиям Израиля, а во-вторых, Натанягу сумел сформировать тактическую коалицию с Бараком Обамой. Друкер выдает желаемое за действительное или действительно улыбки к чему-то приводит? Я хочу допомнить, что Авида Друкер это очень давний и заклятый враг и Биби, и всего его семейства. И сколько он там уже на Биби говорил и наговаривал, это всем известно. Более того, эта позиция правительства, по отношению к 10-му канала, когда чуть ли не дали его закрыть, была связана в основном с Авида Друкером. Поэтому я бы очень осторожно относился ко всему тому, что он говорит по поводу Биби. Тут, я думаю, что сложно отделить, где реальные комментарии взвешены, и второе, это его личные чувства. На самом деле, вот этот комплимент, как бы комплимент, то, что Биби сдвинулся намного в центр, это на самом деле это призыв к Ликуду и к НДИ, ребята, вытаскивайте ножи, мочите этого изменника. Провокация. Провокация, чисто да. Макс, что ты думаешь? Я вас, ну, тут, что-либо возразить Давида невозможно, потому что он... Все мы знаем Друкера. Да, мне бы хотелось просто коснуться немножко другого момента. Это влияние, так сказать, событий между Россией и Украиной на ход переговоров, на ход встречи между... Была карикатура много публикаций и в одной из публикаций утверждалось, что на фоне того, что происходит сегодня в Крыму и вокруг него, требовать каких-либо уступок от Нитаниабу и оказывать на него давление, ну, по крайней мере, смешно. Я хочу сказать, что вот такой сюрс-ситуации никогда в жизни не мешал американским президентам давить и давить на наших премьеров и требовать у них каких-то уступок и каких-то телодвижений в сторону палестинцев. Я хочу сказать, что, конечно же, фон был и, наверное, в ходе переговора затрагивался вопрос, но мне очень смешно думать о том, что Обама будет серьезно обсуждать с Нитаниабу события на Украине, потому как ну, не тот масштаб. Ну, отвлекли, отвлекли. Отвлекли, да. Чуть-чуть Обаму развлекли. Обозревателям дали просто пищу. И последний у меня вопрос к вам, может быть, короткий вопрос. Как вы считаете, не сочтите меня за грубого человека, как вы считаете, можно было бы назвать нашего премьер-министра извините, идиотом, если бы он поддался на американские уговоры, на их гарантии, с учетом нынешней ситуации, то, что происходит в мире, и согласился на те условия, которые нам предлагают американцы при урегулировании вопросов с палестинцами. Давид. В отличие от того, что нам пытаются многие годы внушить Вив, Друкер и вся эта компашка, пытаются они внушить нам то, что Биби, он очень мягкий, слабовольный, на него можно надавить, он прогибается. Это уже третья каденция Биби, но ни разу он не прогибался. Он всегда в главные базовые моменты защищал, причем до такой степени, что он шел чуть ли не на открытый конфликт с президентом Соединенных Штатов и не отступал. Поэтому я думаю, что и сейчас, опять же, мы не знаем, что там было за кулисами во время этой трехчасовой беседы, но я смею предположить, что он не сдал позиции ни по одному важному пункту. Я думаю, самый лучший ответ на этот вопрос это операция по захвату иранского судна и демонстрация возможностей еврейского государства и нашей армии. Я считаю, что вот это, вот такие ответы должны быть. Мы можем предполагать, там, поддастся Биби, не поддастся, там, каким образом. Но если мы будем вести именно вот такую политику и показывать миру, что наши возможности, способности и умения защищать себя, и желания защищать себя, то пусть американские президенты говорят, пусть иранские кричат, пусть Путин надрывается. Мы сумеем отстаивать свои интересы. И поэтому выпустим там одного террориста или двух, или не выпустим, это уже вопрос десятый. Но вопрос все равно согласись неприятно. 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 Спасибо, друзья, за ваши ответы. Мне лишь в заключении хочется напомнить знаменитый старый-старый анекдот. Его, очевидно, демократы придумали, а прошлая американская администрация в кабинет к президенту Бушу вбегает Кандаль Диза Райса и говорит, ты представляешь, Миша Саакашвили, такой идиот, такой идиот, галстук, кончик галстука жует. На что Буш отвечает, конечно, идиот, он что не знает, что самый вкусный это узел. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok